здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы и случайные зрители наступил сезон клещей и нами было принято решение сделать видео в котором будет раскрыта тема как правильно обезопасить своего питомца какие современные препараты существуют и многое другое конечно тема обработки будет не завершена если останется нетронутой обработка от внутренних паразитов элементов глистов однако о ней мы поговорим в другом видео для начала давайте разберемся зачем вообще обрабатывать питомца от внешних паразитов первое на что влияют такие паразиты так это на поведение животного дискомфорт зуд вызывает стресс и агрессию появляются пораженные участки кожи и пожалуй самое важное они могут заразить животное опасными для жизни заболеваниями самыми распространенными внешними паразитами являются блохи и клещи давайте начнем с блох заражение обложками возможно не только в теплое время года но и зимой этих это паразитов мы можем принести например с обувью животное может случайно выйти в подъезд и зацепить блоху там в подъезде самом при контакте с соседскими животными и так далее отметить что в хороших условиях одна самка блохи откладывает в среднем 15 в день то есть через неделю это уже 100 блок от одной самки более того блохи опасны не только для животного но и для человека владельца укусы блохи могут привести к сыпи выпадению волос и даже к воспалению являются переносчиками гельментов для эффективной борьбы с этими паразитами необходимо знать цикл их развития у этих созданий четыре стадии изменения которые занимают примерно 2-3 недели первая стадия это взрослая особь занимает пять процентов от общей численности популяции находящихся вне шерсти животного то есть в доме например в постоянных местах обитания собаки или кошки это может быть лежак коврик и прочее заметь что животное это не дом для блохи а столовая другими словами они запрыгивают на животное только для того чтобы поесть после чего путешествует по всему дому блохи пососав крови тут же в течение 10 минут после еды ходят в туалет экскременты блох являются пищей для личинок блох кстати размножением самец самка занимаются на животном сразу после еды если это столовая так сказать пригодна для будущего потомства через сутки максимум через двое суток самка откладывает яйца примерно через час яйца обсыхают и попадают шерстью на пол наступает вторая стадия яйца составляет порядка 50 процентов от общей численности популяции соответственно большая часть яиц скапливается в тех местах где питомец проводит большую часть времени в течение недели яйца созревают но многое конечно зависит от температуры и влажности воздуха при хороших условиях яйца развиваются вообще за сутки после этого наступает третья стадия личинки размеры личинки невелики до 5 миллиметров как уже было сказано ранее питается органическими остатками различными из окружающей среды и экскрементами взрослых особей это очень важно однако при отсутствии экскрементов погибает более того личинки боятся прямых солнечных лучей до следующей стадии можно сказать проходит до 11 дней до 11 дней и личинка от прямых солнечных лучей которые находятся на ковре она как правило в ковер разрывается то есть находится внутри ковра после чего наступает последняя стадия куколка обычно она окружена белым коконом яйцевидная форма ее размеры небольшие не больше чем личинка стадия развивается куколка сама примерно 7 дней иногда эта стадия может занимать месяц зависимости от окружающей среды опять же однако зрелая блоха может оставаться в коконе до 300 дней таким образом она выживает в различных условиях после чего буквально выпрыгивает на животное давайте более подробно рассмотрим проблемы вызываемые блошиной инвазии первое это потери крови и анемии новорожденных также это дерматит блошиный аллергический дерматит передача инфекций таких как крысиная сыпь тиф и человеческая чума а также вирус гепатит b и гельменты клещи очень распространенные паразиты на постсоветском пространстве способны вызывать кожные инфекции переносит опаснейшие заболевания и являются угрозой для жизни в первую очередь конечно собак так как переносят пероплазмоз пиком активности клещей является весна и осень потенциально опасные территории это конечно же различные парки леса дачи речки озера и другие места отдыха в которых как правило мы в это время года мы идем сами и берем с собой своих животных кстати хочется заметить о том что клещи относятся не к насекомым а к паукообразным есть три вида клещей встречающихся у кошек и собак это эксодовые клещи лесные клещи они кстати говоря опасны для человека луговые буры собачьи эксодовые клещи рассмотрим цикл развития клеща первая стадия насосавшейся крови самка она сама отваливается от хозяина от кормушки и откладывает яйца вторая стадия следующей весной или этим же летом из яйца выходит личинка и открывает охоту на новую жертву третья стадия обнаружив и завладев добычей начинают питаться на протяжении 7 дней после чего отваливается и превращается в личинку или нимфу как еще говорят в этой стадии она может найти нового хозяина или перезимовать четвертая стадия нимфа пробудившийся от зимней спячки приступает к поиску второй жертвы наедшись крови вновь отпадает для превращения во взрослую особь в нашей стране жизненный цикл клеща продолжается примерно три года замечу что клещ имеет сенсорные органы которые выявляют источники тепла восприимчивы к вибрациям и дыханию именно благодаря этим органам клещ находит свою жертву находясь на животном клещ ищет участок с наиболее тонким слоем кожи часто это область головы или ушей далее клещ прокалывает кожу своим хоботком в этот момент происходит обильность слюноотделения у самого этого клеща часть слюны обивает кожу у хоботка отверстия там где он прокусил и через несколько минут застывает и прочно удерживает ротовой аппарат клеща в коже животного чем опасно курсы клещей конечно же это и аллергия и инфекционные заболевания бобезиоз и так далее ну и конечно же еще аниме а теперь поговорим о методах борьбы с этими паразитами профилактикой является регулярное использование пылесоса по крайней мере в тех местах где чаще всего находится животное конечно это не гарант удаления и полного уничтожения куколок экстрементов необходимых для личинок и от самих личинок но профилактика и действующая снижающая численность популяции на снижение популяции влияет и расчесывание даже вылизывание животных снижает численность блох помимо этого можно использовать дельцит бутокс или неостомозан этими препаратами можно обрабатывать и животных однако чаще всего используется как концентрат для обработки помещений подробно этих средствах останавливаться нет особого смысла и предлагаю идти и дальше современные средства от клещей делятся на четыре группы не считая удалителя клещей спреи первое второе это ошейники 3 это капли на холку и 4 таблетки конечно мы сейчас поговорим о каждой группе этих средств но начнем с удалителя клещей который не вошел ни в одну из этих групп очень действующим методом обезопасить своего питомца от клещей это тщательный осмотр своего питомца после каждой прогулки представьте что во время осмотра вы обнаружили клеща ни в коем случае его нельзя хватать за попку может произойти впрыск яда от отрывать его тоже нельзя так как хоботок останется под кожей что может вызвать загнаение или в лучшем случае рубец лучшим вариантом в этом случае является удалитель клещей или как его называют в простонародье гвоздодер им подхватывает развилкой под телом паразита слегка приподнимают и прокручивают два три круга против часовой стрелки удалив клеща не забудьте обработать ранку итак первая группа защиты о которой мы говорили это спреи применяют наружно опрыскивают всегда против роста шерсти до легкого увлажнения животные необходимо обрабатывать полностью включая конечности шею и конечно же живот вообще спреи необходимы в качестве мгновенного эффекта то есть вы сегодня хотите вывести собаку в лес вот она еще не вас не обработана ничего именно вот в эти моменты нужно использовать спреи для предотвращения слизывания препарата животным необходимо надевать намордник или фиксировать челюсть скажем так бинтами можно использовать и воротник и снимают все это дело после полного высыхания соответственно если у вас два животного или три надо их изолировать друг от друга самыми распространенными спреями аэрозолями на сегодняшний день являются роль в клапп 3d фиприст больфа фронтлайн барс и барс форте давайте остановимся на некоторых из них спрей фронтлайн страна производитель франция одной из немногих средств которые можно применять щенкам и котятам с двухдневного возраста двухдневного возраста больфа производят в германии имеются ограничения в использовании нельзя обрабатывать беременных и кормящих самок щенков и котят моложе 6 недельного возраста а также больных или выздоравливающих животных это касается и отечественных спреев у отечественных спреев например барс и барс форта которых я называл выше ограничения такие же как и у больфа следующее средство защиты это ошейники они действуют не так как спреи они не имеют мгновенного эффекта ошейники следует принимать с осторожностью возможны контактные аллергические реакции на месте соприкосновения с кожей а я еще раз отмечу что ошейник одевается именно таким образом чтобы контакт был не с шерстью а с кожей но при этом чтобы между ошейником и шеи животного проходило два пальца многие думают что ошейник имеет отпугивающий эффект это почти почти всегда не так действующие вещества входящий состав ошейника постепенно выделяются с поверхности ошейника и по волосяному покрову проникают под кожу самые популярные сегодняшний день ошейники это барс биофар роль в клуб 3d инспектор привин т.ф. килтикс хардс и фореста при этом фореста немецкий ошейник не следует совмещать с другими видами обработки он эффективно защищает животное в течение 8 месяцев плюс этот ошейник имеет три светоотражателя однако это самый дорогой ошейник из тех которые я ранее перечислил отмечу широкую линейку ошейников от компании биофар множество разных цветов есть ошейники на биологической основе с маслом мангозы его можно использовать двухмесячного возраста срок действия невелик два два с половиной месяца производитель нидерланды ошейник хардс действует 5-7 месяцев имеет ограничения для больных и беременных животных а также его нельзя применять животным моложе шестинедельного возраста ошейники килтикс тоже очень популярны они как и фореста делаются в германии обеспечивать защиту от 7 месяцев однако имеет ограничения как и хардс но его нельзя применять щенкам до 7 недельного возраста и Продолжение следует... Следующая стадия защиты от внешних паразитов – это капли на холку. Самая распространенная защита на сегодняшний день, самая популярная, но далеко не самая эффективная. Раствор пипетки всасывается в кровь таких капель, как Stronghold и Inspector. У препаратов, таких как Advantix, Bars, Bars Forte, Practix, Frontline Combo, действующее вещество, самого препарата накапливается и распространяется в эпидермисе и сальных железах животного. Давайте немного рассмотрим применение пипеток. Для этого необходимо вскрыть упаковку, отломать кончик, в основном так делается у всех в пипетке, и выдавить весь препарат на кожу животного, предварительно раздвинув шерсть. Замечу, что капли покупаются по весу животного, и каждая доза рассчитана именно на тот вес, который указан на пипетке на упаковке. Не следует покупать одну пипетку на 30 кг и делать ее по чуть-чуть, делить на несколько животных. Например, 30 кг вы там 3 раза делите на 10. Так действовать не следует. Также важным моментом является само нанесение. Собакам и кошкам весом до 10-11 кг достаточно выкопать на холку. До 20-22 кг как минимум следует препарат применить в двух местах. Например, на холку и между лопаток. Если собака еще крупнее, то капать нужно минимум в трех местах. Это может быть холка, между лопатками и позвоночник. Конечно, это может быть и не холка вовсе. Важно, чтобы животное просто не слезало препарат. Помимо этого, животное не следует мыть за 2 дня до обработки и 2 дня после обработки, дабы не смыть жировую пленку, с помощью которой средство и должно проникнуть под кожу. Что касается лысых кошек и собак, не следует капать в одном месте, так как остается жировое пятно. Чтобы этого избежать, наносится в двух-трех местах, неважно, независимо от веса животного. Самые распространенные и известные капли это Барс и Барс Форте. Фиприст, Фиприст Комбо, Гельментал, Вектор 3D, Инспектор, Практик, Фронтлайн 3Акт, Фронтлайн Комбо, Адвантикс, Адвокат. И это, конечно, еще не весь список. Большая часть из них действует до 4 недель, то есть 1 месяц, именно от клеща. При этом Гельментал и Инспектор, помимо защиты от внешних паразитов, уничтожают еще и внутренних паразитов, то есть гельментов. Помимо этого, ряд капель, например, Фронтлайн Комбо, можно закапать 2 капли в ушко от ушного клеща. Рольф Клаб уничтожает еще и яйца личинок блох. Адвантикс обладает, помимо всего прочего, репеллентным действием, то есть отпугивает тех же комаров. Ну и еще один момент, на который следует обратить внимание, так это, если у вас 2 и более животных, будьте аккуратны, чтобы, так сказать, коллега не вылезал препарат со своего коллеги. Перед тем, как мы перейдем к четвертому способу защиты к таблеткам, хочу распределить места. По эффективности. Естественно, у каждого заводчика и потребителя оно свое, поэтому поясню, чтобы не было споров в дальнейшем. Это моя точка зрения и, на мой взгляд, самое неэффективное средство, которое мы даже не обсуждали, это шампунь от блох и клещей. После этого эффективное, но недолгое, это спрей. Третье место это ошейники, по крайней мере, большая часть из них, я не беру сейчас во внимание, Фореста. Второе место это капли на холку. И, наконец, первое место это таблетки. Как правило, капли ошейники и спреи используют в связке, с учетом, что во всех этих средствах защиты будут разные действующие вещества. То есть, чтобы хоть одно из них помогло убить насекомое блоху или клеща, смертельно опасного клеща. Про такие связки мы поговорим в других видео на канале Пар. А теперь поближе узнаем, что же такое таблетки от блох и клещей. Таблетки достаточно новый способ защиты в нашей стране. Мы привыкли от внешних паразитов бороться внешними методами. Но внутренние препараты перевернули все с ног на голову. И показали максимальный эффект. Плюс к этому, собаки могут себя вылизывать сколько угодно. Можно купать собаку с шампунями, без шампуня, делайте что угодно, но эффект останется неизменным. Более того, таблетки вкусовые и, как правило, животные не приходится заставлять их съесть. Так как оно воспринимает таблетку как лакомство. Случаи аллергической реакции, кстати, могут быть, но в исключительно редких случаях. Одна собака к трехсот животных. Самые популярные из них это Бровекта от компании МСД и от компании Фронтлайн таблетки Нексгард и Нексгард Спектра. Нексгард действует до 30 дней, а Бровекта и Нексгард Спектра действуют до 3 месяцев. Так как эти препараты новые, мы про них подготовили отдельное видео, где подробно разберем состав и расскажем, что к чему. Все эти таблетки рассчитаны, как и капли на вес животного, от 2 до 56 кг и более. Каждый точно сможет подобрать таблетку для своей собаки. Стоит сказать о том, какие видео обзоры ожидают в ближайшее время. Это таблетки от блох клещей, как я уже сказал, ошейник Фореста мы тоже сделали отдельное видео. Обработка отгельментов, вектора 3D, связки препаратов и много другой полезной информации, полезных видео, на которых стоит остановиться, стоит посмотреть. На этом обзор подошел к концу и я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.